Первый день, самый первый день, вот мы приехали, у нас было размещение. В этот день не было никаких программ, это был чисто день въезда. На следующий день был день открытия. День открытия закончился проведением большой ледоварения шоу открытия, и в конце был фейерверк. Следующие пять дней, это были образовательные сессии, панельные заседания, выставки различные. И каждый мог выбирать любое направление и пойти посмотреть на любое мероприятие. В день было порядка 900 мероприятий и площадок, в день 900. То есть фактически охватить всю информацию было невозможно, ни теоретически, ни практически. И каждый занимался своим. Спортсмены, они показывали достижения в области спорта. Да. Вы, у вас был мозговой шторм. Да. Так, это первое, второе. Третье, это наши работники из дворцов, домов, культуры и всех прочих. Они показывали свои таланты на сцене, правильно я говорю? Все верно. И у них еще была также различная панельная дискуссия в области культуры. Ну вот в целом, каждый, кто ехал с определенной какой-то своей целью, да, с потребностью. С задачей. Да, с задачей. С задачей были все выполнены, потребности удовлетворены. И когда мы уже ехали на обратном пути, все были под таким мощным впечатлением. Все думали, может быть я уснул. В сказку попал. Разбудите меня. Потому что когда мы уже сюда приехали, вот все это уже как-то реально было похоже на... Сказку, на сказку, на сказку, которую смогли воплотить. В общем-то это большая работа была проведена, большая подготовка. Колоссальная работа проведена. Некоторые из участников были недовольны какими-то техническими моментами. Где-то были большие очереди, где-то было, а не хватало велосипедов, да. Некоторые жаловались, что... Что, по поводу велосипедов поподробнее, пожалуйста. А это я вам попозже. Хорошо. Я тоже жаловались на передвижение. Скажу вам так, что организаторы очень четко ликвидировали все, так скажем, текущие шероховатости. И я считаю, как соорганизатор дня предпринимателя, каждому нужно попробовать что-то организовать, для того, чтобы понять... Каково это. Да, каково это. И самое важное в любой организации, это своевременно исправить... То есть, получить обратную связь и своевременно исправить ошибки, для того, чтобы было всем комфортно. Вот. А по поводу велосипедов, ситуация была следующая. Компания, я не помню название компании, предоставила всем желающим бесплатные велосипеды для перемещения по территории Олимпийского парка. Но был конфуз, велосипедов всем не хватило. Естественно, что всем бы хотелось. Да, всем бы хотелось. Ну, нам удалось все-таки на велосипедах покататься. Шикарные велосипеды, да? Да, да. Мы как дети... Представьте, да? Вот, как дети... Получившую игрушку. Да, получившую игрушку, такое... Получили удовольствие, покатавшись на этих велосипедах. Ну, это было... Что-то, это было что-то. Да, очень забавно. Ну, что я хочу сказать по поводу конфузов, конфликтов и всего прочего. Казалось бы, конечно, все. На бумаге все ясно, все понятно, все-все-все. Но эти все, так сказать, затыки, мы будем говорить так, это же делают-то кто? Сами люди. Потому что человек непредсказуем, он неизвестно, что он там через любую другую минуту может высказать. Тут, да, тут все дело-то в том, что нужно было понимать о том, что изначально должно было участников быть 20 тысяч, да? Вот. Были открыты дополнительные места, кто-то потом за деньги мог поехать, дополнительно 5 или 6 тысяч мест. И тут даже с учетом того, что мест для питания было организовано большое количество, да? То есть там в главном медицентре 2 или 3 места для питания, вот. Плюс рядом с ледовой ареной было организовано такое огромное помещение. Несмотря на это, были очереди, да, несомненно. Но это естественно. Это естественно. Да, это естественно. Это такая масса народу. Да, да. То есть тут нет в этом ничего удивительного. Вообще ничего удивительного. Поэтому тут нужно было с пониманием. Относиться. Относиться к организации. Да, да, да. И планировать свое время. Потому что если я чувствую, что в 12 часов начало обеда, да, не нужно ломиться. Можно подождать. Можно подождать еще, потому что обед не в 12 и до 15 минут первого. Обед был с 12 и до? Да. С 12 до 14. До полчетвертого вполне можно было. Хорошее какое, да. Окошко. Большое окошко, в котором можно было без паники, без нервов, без всего этого негатива. Можно было спокойно прийти и покушать. Потому что не было, наверное, такого, что первые пришли и первым суп достался, а вторым нет. Все верно. То есть всем питание, всем досталось. Кормили хорошо? Кормили хорошо. Очень хорошо. Даже очень хорошо. Ну, так скажем, у нас цель была не поесть. Конечно, конечно. У нас была цель получить массу информации, да, вот, а питание, оно было реально сбалансированное, то есть было нормально. Все четко. Все четко. Сытно. Сытно. То есть хватало не только тем людям, которые мозговым штурмом занимались, но и тем, кто занимались своими, так сказать, энергией отдавали. Это спортсмены. Спортсмены голодными не были. Не были. И никто не был голодным. Хорошо.